Бабушка Берты Берта была 14-летней девочкой. Она только что вернулась из города, где училась в школе и закончила свой первый год обучения. Школа, в которой она училась, была очень хорошей. Там жили 30 девочек, кроме тех, которые приходили на дневное обучение. Миссис Ховард, как и обещала, устроила всё как в большой семье. Каждая из них она уделяла особое внимание и заботу. Берта заметно подтянулась в учёбе и поведении и стала уже вполне приятной девушкой. Так как никто из ребят или девочек несовершенный, да и взрослые тоже, поэтому я хочу рассказать вам, какую ошибку сделала Берта. А ещё, как она избавилась от чувства, которое вполне могло стать очень неприятной привычкой. Да что говорить! Я встречала взрослых людей, кто относился к пожилым членам семьи с пренебрежением и даже с презрением. Берта была счастлива снова оказаться дома, снова прижаться к милой и дорогой маме. Она радовалась, что здоровье её отца намного улучшилось, а её младшие братья весёлые, как и всегда. Она встретила свою милую старенькую бабушку, которой было почти 80 лет, но она всё ещё была энергичная и очень разумная. У неё было светлое доброе лицо, серебристые волосы были покрыты тонким муслиновым чепчиком с гофрированной каймой, такой красивой, которую вы, возможно, никогда не видели. Я раньше думала, что бабушка выглядит как фотография летнего вечера, когда она надевала свежий чепчик и косынку. Так она называла белый треугольник из тонкой ткани, который накидывала себе на плечи. На ней всегда был чистый клетчатый фартук. Несмотря на свой возраст, она делала очень много работы по дому. Я не думаю, что Джордж и Вилли представляют, как бы они без неё жили. Семья Гильберт оказалась весьма в сложной ситуации. Из-за ухудшения здоровья мистера Гильберт был вынужден оставить работу и переехать в деревню. Деревня Хайленд была очень красивая. С одной её стороны текла река, а с другой проложили железную дорогу, ведущую прямо в Нью-Йорк. В связи с этим здесь поселились много богатых людей, но и бедных было немало. Один дом был особенно красивым и очень нравился Берти. Там жили очень богатые люди – мистер и миссис Белл. Их газоны и цветочные клумбы были аккуратными и весьма привлекательными. У них были оранжереи, парники и виноградники. Можно сказать, всё, что только душа желает. Миссис Белл путешествовала и объехала всю Европу и даже Китай. В школе Берта познакомилась с двумя племянницами миссис Белл. Одна из них была юной леди, а другая – маленькая девочка, чуть младше Берты. Но Ада и Берта стали близкими подружками. На каникулах девочки собирались приехать в гости к миссис Белл. И Ада обещала провести целый день с Бертой. Она даже сказала, что они будут часто встречаться. «Тетя Белл очень важная леди», – сказала Ада. «У неё нет детей. Я боюсь, что мне будет там скучно, поэтому ты должна будешь приходить ко мне». Мысль о посещении богатого дома взволновала Берту. Она с радостью поделилась этой новостью со своей мамой. Но по нашим желаниям не всегда всё получается. Зал в доме Гильберт ремонтировали, и с новым ковровым покрытием произошла задержка. «Пока девочки приедут, всё уже будет в порядке», – подумала про себя Берта. Она взяла маленькую рабочую корзинку, пошла в гостиную и вытащила недоконченную косичку. Впереди дома тянулась длинная веранда. По центру был коридор, а зал и гостиная были по обе стороны от коридора. Бесцельно глядя в окно, Берта увидела красивых серых лошадей миссис Белл. В карете сидело много женщин. Вдруг лошади остановились, и кучер помог выйти двум леди и одной девочке, затем открыл для них калитку. Девочки приехали в Хиллсайт на неделю раньше, чем ожидалось. Когда Ада рассказала о своей подружке, то миссис Белл предложила, чтобы они приехали пораньше, чтобы Ада и Берта могли больше проводить времени вместе. «О, мама!» — воскликнула пораженная Берта. «Они приехали! Ада, миссис Францис и их тетя!» «Иди встреть их, дорогая моя!» — сказала мама, поднимаясь. Миссис Белл была очень любезна, и это сразу успокоило всех присутствующих. Они с миссис Гильберт обменялись очень приятными приветствиями. Все прошли в гостиную, и Берта слегка покраснела. Она, казалось, увидела всю убогость комнаты, потёртое пятно на паласе возле стола, другое, такое же, возле дивана, старомодная мебель, и в углу сидела старенькая бабушка и вязала чулок из синих ниток. Бабушка встала и вежливо поклонилась гостям. Платье её было простым, и из-под него были видны её низкие туфли и белые вязаные носки. Она была аккуратная, маленькая старушка, но очень старомодная. Миссис Белл подошла к ней. «Когда видишь, как кто-то вяжет, вспоминаешь старые добрые времена», — проговорила она тихим, приятным голосом. «Мне кажется, что в каждом доме должна быть бабушка. Она всегда придаёт дому комфорт и домашний уют. Я помню, как вязала моя прабабушка, когда я была ещё маленькой девочкой». «Теперь это не такое необходимое дело», — ответила бабушка. «Носки теперь дешёвые, но мне кажется, что на мальчишках носки домашней вязки носятся дольше. Вилли и Джордж протирают свои носки удивительно быстро. Да и для такой старушки, как я, есть чем заниматься». Ада многозначительно посмотрела вверх, и Берта покраснела. В школе их учили произносить все слова правильно и не позволяли пользоваться простыми выражениями. Однако миссис Белл продолжала разговор, а бабушка, как могла, развлекала её. Но часто её фразы были старыми и не совсем грамотными. Ада уже еле сдерживала смех. Наконец, она позвала Берту, чтобы пойти и посмотреть цветы. «О, дорогая!» — воскликнула она, когда они прошли по дорожке на другую сторону дома. «О, милая! Какая твоя бабушка смешная! Я не могла стоять серьёзно!» И Ада рассмеялась, считая всё это очень смешным. Берта должна была понять, что смеяться над старушкой — это невоспитанность. Она должна была тут же защитить свою бабушку. Но вместо этого ей стало стыдно за неё. Берте хотелось плакать, если бы она могла проводить своих гостей в зал, где они не могли бы с ней встретиться. «Такая смешная старуха в этом огромном клячатом фартуке! Берта! Она похожа на маленькую старую подушечку для иголок, которые я видела! У неё такой странный рот, когда она разговаривает! У неё не осталось ни одного зуба, правда? И мне кажется, что им не преподавали грамматику, когда они ходили в школу. Почему ты разрешаешь ей носить этот белый чепчик? Все пожилые леди, которых я знаю, носят чёрные кружевные чепчики и ленточки. Я думаю, что я расхохочусь прямо там, когда она присела в этом реверансе! «Но она очень старая!» — укоризненно произнесла Берта. И почти всю свою жизнь прожила в деревне. «Можно подумать, что она явилась из дремучего леса! А тебя она не заставляет носить вязаные носки? И не протираешь ли ты их? Ох, я не могу!» «Нехорошо смеяться над пожилыми людьми!» — произнесла Берта, собрав всю свою смелость. Она чувствовала себя ужасно униженной. «Ох, я не имела в виду ничего плохого! Только это так смешно!» «Ты бы видела мою бабушку! Ей почти восемьдесят, но выглядит она не больше, чем на пятьдесят!» Берте было слишком неприятно, чтобы что-то отвечать. Ада поцеловала ее и снова привела ее в хорошее настроение. Она рассказала о развлечениях, которые приготовила для них тетя Белл. Когда они вернулись в комнату, миссис Белл готовилась уходить. Коляска стояла у ворот. «Мы договорились на четверг, Ада!» — сказала миссис Белл, обращаясь к племяннице. «Мисс Берта, я уговорила твою бабушку приехать к нам в гости. Я думаю, приятная пожилая дама, обладающая необыкновенными способностями, редкостная компания, для меня это будет настоящее удовольствие. Миссис Гильберт, я пришлю за вами коляску, и вы, пожалуйста, не разочаруйте меня, если, конечно, будете хорошо себя чувствовать». «Вы весьма внимательны», — ответила бабушка и снова сделала реверанс. Берта с удивлением осматривала компанию. После того, как гости ушли, она была очень тихой. Маме понравилась мисс Франсис, а бабушка сказала о мисс Белл. «Она очень ласковая, сердечная христианка». «Мама» — на следующий день попросила Берта, когда они были одни, «не могла ты бы приготовить и одеть немного поприличнее бабушку, чтобы пойти к миссис Белл?» «Что ты имеешь в виду? У нее есть красивое коричневое шелковое платье, чистый чепчик и косынка. Но, мама, она выглядит такой старомодной!» «Дорогая моя, она и есть старая леди! Я думаю, что она выглядит намного красивее, чем если бы ее одели так, словно она на тридцать или на сорок лет моложе. Но у Берта не стесняешься ли ты своей милой старенькой бабушки?» Миссис Гильберт с изумлением смотрела на свою дочь. Берта сильно покраснела, а на глаза навернулись слезы. «Моя милая доченька, я глубоко горчена!» Каким-то образом Берта поведала маме историю, и со слезами раскаяния исчезли ее неприятные чувства. «Моя дорогая Берта», – проговорила мама, – «я очень расстроена, что ты показываешь, как мало у тебя мужества и душевной теплоты. Ада своей критикой показала, что она плохо воспитана и бессердечна. Как могла она так отзываться от твоей бабушки? Я не знаю, мне кажется, что не нужно принимать это приглашение». «О, мама, я не думаю, что Ада имела в виду что-то плохое. Она смеется над девочками и всех передразнивает. Но она очень хорошая и добрая. Мама, но ведь бабушка и в самом деле делает ошибки». «Если даже она и такая. Берта, ты подвергаешься искушению презирать свою старенькую бабушку. Подумай только о ее жизни. Когда она была еще маленькой 12-летней девочкой, она пошла работать на фабрику. Она помогала маме заботиться о своих младших братиках и сестричках, а потом взяла на себя заботу о всей семье. 50 лет назад она вышла замуж за простого фермера и пошла с ним на запад, который в то время называли пустыней. Она тоже оставалась вдовой с большой семьей. «Я всегда буду уважать ее за мудрость, которую она всегда проявляла. Трудно будет найти четырех лучших мужчин, чем твои дяди и папа». Тетя Бесси была бедной и у нее было много проблем, но бабушка оставалась с ней до конца. «Теперь она пришла к нам. Я просто не представляю, что бы мы без нее делали». Ее жизнь была очень благородной во всех отношениях. Она отдаст свою жизнь за любого из нас. Представь, если бы она была сердитой и раздражительной и думала бы так, как большинство пожилых людей думают, что бы мы должны были делать? Каждую минуту работать и никогда не останавливаться, чтобы отдохнуть? «Но она очень милая, доброжелательная старушка, служит Богу и делает все добро людям на протяжении всей своей жизни. Я уверена, что миссис Белл уважает ее. Предположим, Берта, что я начну придираться к ее старомодным манерам, к чепчику, который ей очень нравится, и к словам, которые она произносит по-своему. Она станет нервной и робкой, будет думать, что мы ее стыдимся. Я уверена, что она будет очень страдать. Ты хотела бы нанести ей такие раны? «О, нет!» – схлипывая, ответила Берта. «Бабушка такая добрая!» Мне кажется, что заповедь почитать отца и мать относится также и к бабушке с дедушкой. «Но больше всего я хочу, чтобы моя дочь была достаточно храброй, чтобы уважать истинную ценность, даже если она и не облачена в модные одежды». После продолжительной беседы с мамой Берта стала видеть себя очень слабой и неразумной. Она решила, что никогда больше не позволит Аде в своем присутствии говорить так неуважительно. Когда прибыла коляска миссис Белл, они отправились в гости. Бабушка выглядела свежей и милой, как роза. Несмотря на то, что лицо ее было морщинистым, ее кожа была белой и чистой, а мягкие карие глаза были переполнены любви. Миссис Белл ласково приветствовала всех, но тут же завладела бабушкой, предоставив молодежи развлекаться самим. Дом был очень красивым, полным диковинок, красивых картин, оригинальных статуй и элегантной мебели. После обеда неожиданно прибыли гости, и Берта увидела, что бабушка стала центром их внимания. Она услышала, как одна леди говорила, «Какая очаровательная старушка! Мне даже хочется позавидовать ее родственникам!» Что же касается Ады, она не делала никаких замечаний. Сестра ее была поражена ее легкомысленным поведением. Она пригрозила ей обо всем рассказать тете Белл, к которой она относилась благоговением. Посещением Берта была очень довольна. Ада и Берта стали с уважением относиться к старости, и люди часто замечали их красивые манеры. Когда они встречались с людьми мелия воспитанными, чем они сами, или необразованными, то они не смеялись над ними. Девочки старались думать о их тяжелой жизни и преимуществах, какие они имели, и были с ними добрыми и нежными. Давайте стараться быть добрыми и к бедным, и к стареньким, потому что некоторые из них – божьи драгоценные жемчужинки.